понимаете просто мы остановились на том что замечательная картинка вот это няшная вот просто няшная картинка и вот и перед тем как мы начнем обязательно поставь лайк подпишись и не забудь нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео но мы продолжаем как всегда мы провели за чтением еще несколько минут за это время я освоил прочесть еще пару глав тебе не скучно совсем нет хотя бы ты просто смотришь как я читаю ну мне этого достаточно как скажешь полагаю то весело делиться с кем-то любимыми вещами я всегда немного волнуюсь когда убеждаю кого-нибудь за и из своих и своих друзей почитать понравившись всем не мангу понимаешь что я имею ввиду хм нет м это не мне откуда знать что ты хочешь этим сказать разве ты не делишься мангой своими друзьями не мог бы ты не сыпать соль на рану блин подожди ты чё ты чё а а а блин ой прости хм хм будто мои друзья согласились бы это прочитать они считают что манга для детей стоит мне только завести об этом речь как они такие а ты ты что еще я выросла и всего этого так и хочется съездить им по физиономии я знаю этих людей честно говоря сложно найти друзей которые не осуждали бы Тебя за это, и неужели, тем более, сами этим увлекались. В некоторых роде я и неудачник, поэтому со временем обзавелся такими же друзьями-неудачниками. Но, видимо, для такой, как ты, всё гораздо сложнее. Хм. Да, пожалуй, ты прав. Постой. В каком именно месте? Я ведь даже не могу хоронить уманку у себя дома. Страшно, представь, что тебе сделает мой текст, если найдёт её. Ну, хотя бы в клубе можно спокойно её почитать. А разве Моника иногда кундит? Ух, всё против меня. Да, но ты в итоге добилась своего, верно? Вот я читаю её с тобой. Увы, это не решает все мои проблемы. Ну, возможно. Но тебе ведь сейчас весело, да? Правда? Боже, хватит. Ты будешь же читать или как? А, да-да, да. Я перевернул страницу. Внезапо Нацуки начала смеяться. Я совершенно забыла, что там происходит. Нацуки ткнула пальцем в один из рисунков. Минори мой любимый персонаж. Ты всегда ей немного зачувствуешь. Я такая невезучая. Как главный герой нашей любимой игры. Ну, всё становится совсем плохо, когда... Ой. Я не должна об этом говорить. Просто читай голову до конца. А то будешь спать или тюкнее, я тебе врежу. Голос Нацуки искрился от волнения. Это резко констра... Констатировало с её обычным властным тоном. Но раз она не привыкла с кем-то обсуждать любимую мангу, я вполне понимаю. Трудно передать словами то ощущение, которое испытываешь, когда находишь родственную душу. И тем более, когда речь идёт о Нацуке, для которой это уже... Это совсем уж редкий опыт. Я лопнулся этой мысли. Итак, друзья. Все готовы к сегодняшним чтениям? Да брось ты! Не могла бы ты подобрать ещё менее удачный момент? Стоп-стоп-стоп-по-прости. Просто я хочу... Просто я хочу убедиться, что у них хватит времени. Хотя вам там явно очень уютно. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А-а-а. Наконец-то Нацуки заметила, как близко друг к другу мы сидим. Она поспешно отодвинулась от меня на добрые полметра. Ладно. Думаю, на этом я пока останавливаюсь. Я закрыл книгу. И передал Нацуке. Ты просто возвращаешь мне её? Тебе разве не интересно, что там будет дальше? А... А... Да, но... Моника же сказала... Не тупи! Просто возьми её домой. Правда, можно? Я говорю это по большей части потому, что не планировал тратить на её чтение всё свободное время. Да, конечно. Ты ведь её вечно считать будешь? Просто закончи её до завтра, чтобы мы могли двигаться дальше. Если ты её помнишь... А, и если ты её помнёшь, я тебя убью. До завтра? Я практически только начал всех читать этот томик. Я могу пропустить свои любимые передачи, если бы пытаюсь пробраться через эти дебри. Но, полагаю, это необходимая жертва ради того, чтобы увидеть засторженное лицо Нацуке. Или я больше боюсь того, что произойдёт, если я не дочитаю. Что ж, ладно. Я встал. Я бы дошёл к своим вещам и аккуратно положил томик в портфель. Дайте я снова сяду. Кстати, никто не забыл вчера вечером написать стихотворение. А, блин, чёрт. Кстати, никто не забыл вчера вечером написать стихотворение. Да нет. С этими словами мои минуты спокойствия закончились. Не могу поверить, что заглушил тут я вне что-то настолько смущающее. Собственно, мне даже вдохновение было неоткуда брать, ведь я раньше не о чем подобном не занимался. Мы просто писали просто слова. Раз все готовы, давайте делиться друг с другом. Ждуть, не дождуть. Сайори и Моника, полный энтузиазма, достали свои книги. Стих Сайори был написан на мя... На мятот бумажке. С шоколадными крошками и с печеньками-крошками. Вырвана из блокнота. В противоположности ей Моника написала в тетради для сочинения. Со своего же места я уже вижу безупречный почерк Моники. Чё, чё, чё? А, со своего места я уже вижу безупречный почерк Моники. Я просто ничего не понял. Нацуки и Юри неохотно подчинились и полезли в портфеле. Я последовал за ними. Окей. Давайте сохранимся, на всякий случай. Кому не в первую очередь показать стихотворение? Давайте Нацуки, потому что мы с ней читали мангу, поэтому давайте начнем с неё. Я вчера сказал Нацуке, что мне понравились всё стихи. Наверное, будет праведливо, если покажу его в первую очередь ей. А ладно, начну с того, что мне не понравилось. Прежде всего... Так, ты офигела, что ли? Я писал просто поэтически. Ты, ей, тебе не понравилось? Ну, по её роже сказано. Нацуки, перечитал стихотворение? Забудь. И я не хочу делиться с тобой своим мнением. Эх. Тогда какой во всём этот смысл? Я писал стихотворение, хотя мог бы заняться другими вещами. Ох. И вообще, помнишь, как я сказал, что хочу почитать твои стихи? Вот о чём я думал, когда писал это стихотворение. Я хочу помочь тебе обрести уверенность в себе, чтобы тебе было комфортно делиться своими стихами. Как и сказала Моника. Ох. Ну, мне было бы гораздо проще поделиться со своим стихотворением, если бы твоё оказалось действительно плохим. Ты должен был показать мне нечто совершенно невнятное, чтобы я такая... Ха, это никуда не годится. Позволь показать мне, что такое настоящая литература. Тогда я всё испортил. Надеюсь, теперь ты счастлив. Мне смешно, а несчастлив. С другими словами тебе понравилось? А, подождите. С другими словами тебе понравилось? Ох. Ответ... Ответ нацвки застрял у неё в горле. Ух, ты такой! Ты просто... Ты... Ничего не понимаешь, понял? Я уже сказал тебе это. Так что нечего так громогласно об этом сообщать самодовольной ухмылкой. А я уверен, что ты этого не говорила. Сказал я, в основном для себя. Должно быть, нацвки в Северс меня не залюбила. Значит, чё теперь... А я не знаю, расценивать, что ей понравилось моё стихотворение как победу или как поражение. В любом случае, ты ещё должна показать мне своё, верно? Так и быть. Но только потому, что Моника всё равно меня заставит. Щёлкните мне листа с отчетком, чтобы продолжить. О, пипец, почерк. Орлы могут летать. Обезьянки могут лазать. Сверчки же ловко прыгать. Лошадки скакать грандиозно. Совы зыркать серьёзно. Гепарды быстро бегать. Орлы летать под лаками. А люди могут попытаться... Ну, на этом всё. Следующее продолжение через 50 минут. Я предупреждал, что тебе не понравится. Мне понравилось. Понимаете, мне понравилось. Что? Скажи честно. Я ей сказал честно. Почему ты так убеждена, что мне не должно понравиться? Ну, потому что все старшие школьники считают, что слог должен быть мудрёным и возвышенным. И всё такое прочее. Поэтому никто не воспринимает мой стиль письма всерьёз. Но ведь цель стихов самовыражение разведет. Твой стиль письма не сделает скрытое стихотворение посыл менее всяким. А веским. Всяким. Веским. Веским. Да, именно. Мне нравится, когда читается легко, он тебя бьёт на повал. Как в этом стихе. Когда видишь, когда всё вокруг тебя делает что-то замечательное, это чертовски обескураживает. Поэтому я решила об этом написать. Да, я понимаю. Но другой плюс в простом письме более высокой значимости гиры слов. Например, ты заметила, что я везде поддерживала рифму, но умышленно унарушила её в конце. Это помогает выразить чувства в последней строке. И поэтому ты, полагаю, вложила стих больше, чем мне казалось. О, что значит быть профессионалом? Я рада, что ты чему-то научился. Не ждал такого уровня от того, кто здесь младше всех, да? Ага. А я поражён. Я решил ей подыграть. Меня не особо беспокоит кому сколько лет, но если нацовке гордиться собой, не стоит лишать её этого. С кем мне дальше поделиться стиховторением? Ммм, давайте Монику. Монику. Привет, драйсерка. Хорошо проводишь время? Эээ, да. Славно, рада это слышать. Кстати, поскольку ты новенький, если у тебя есть какие-то предположения касательно клуба, например, новых мероприятий и чего-то, то можешь просто бы улучшить. Я всегда готова выслушать. Не бойся, поднимать любые темы хорошо. А, подожди. Это я же читаю, да? А. Ладно, прямой этак свете. Разумеется, я боялся поднимать какие бы то ни было темы. Город лучше просто плыть по течению, пока тут я не обживусь. В любом случае... Ой, не хочешь поделиться за мной своим стихотворением? Это довольно неловко, но думаю, я должен это сделать. Ахахахаха. Не волнуйся, драйсерка. Нам всем сегодня немного неловко. Мне страшно. Мне страшно. Ну, а этот барьер мы скоро научимся преодолевать. Это дух смысленно звучит? Да, верно. Я отдал Монике свой стихотворение. Хмф. Мне понравилось драйсерку. Правда? Да. Гораздо лучше, чем я ожидал. И как мне это читать? И как мне это читать? На-ха-ха-ха-ха. О боже. Не может быть. Это напоминает меня, что... Чё? Чё за фигня? Как ты угадал? Она угадала? Как? Как угадала? В смысле, как она угадала? Я именно на Ацуке писал стихотворение. Как так-то? Она тоже очень красиво пишет. Как так-то? О-о-о. Блин, у меня мурашки по коже. Ребята, чё делать? Так что... Можешь считать это комплиментом. Ха-ха-ха-ха-ха. Раз ты так говоришь... Ага. Кстати, ты не читал ничего из Шелла Сильвинстайна? Чего? Э? Может, когда-то давно. Но он известен тем, что рассказывал самые разные истории всего несколькими простыми словами. Его стихи могли быть смешными, милыми. Или даже грустными. И порой они составляли всего из нескольких строк. Могло даже показаться, что они написаны детьми. Но если над ними подумать, они высказывали взгляды на мир, которым можно применить к тому, кому угодно. Ясно. Так ты хочешь сказать, что нацуки такая же? Вроде того. Может, она и не эксперт. Но вряд ли ты найдёшь в её стихотворениях много воды. Возможно, писать их легко, но понять заложенный в них смысл крайне сложно. Так что, я понимаю, почему ты решил изучить данный тип поэзии. Я уверен, что я ещё много всего перепробую. Но пройдёт немало времени, прежде чем я стану чувствовать себя комфортно за этим занятием. Это нормально. Я бы очень хотел увидеть, как ты пробуешь что-то новое. Это лучший способ найти наиболее подходящий тебе стиль. Остальные могут немного предвзято относиться к стилям, отличным от их собственного. Но я всегда помогу подобрать наиболее близких к тебе. Так что не пытайся угодить всем и писать так, как они до того хотят. Ты не обязательно впечатляешь всех и каждого. Ладно, хочешь теперь прочитать моё стихотворение? Не волнуйся. Поедай из меня так тебе. Да, если ты пишешь в тетрадке для сочинений стихотворений. Даже если у тебя прекрасный почерк, который ГГ, точнее главный герой, видит дальше 10 метров. В этом трудно поверить, учитывая, как уверенно ты это сказала. Ну, потому что... Что я обязан так говорить. Но это не значит, что я всегда ощущаю уверенность. Понимаешь? Ясно. Что ж, давай я тогда прочту. Какой длинный стих. Драв с ней. Это не могла сделать я. Видишь, поклёвка выступает сюда. Шумный сосед. Парень сердитый. Мне не узнать. И дом был закрытый. Я внутрь заглянул... Я внутрь заглянуть решила, чтобы узнать, в чём же причина. О нет! Я ослепла. Испорчена. Как в отоплёнок от солнечного света. Но уже слишком поздно. Выжженную в сетчатке глаз картину, бессмысленную, забыть невозможно. Всего лишь маленькая дырочка. Она не могла быть слишком яркой. Но могла... Но была глубокой такой, что меня поглотила залпом. Тянулась. Бесконечно уходя. Во всё и вся. Дыра возможностей, которым нет конца. И я осознал, что смотрела не внутрь. А выглянула наружу, поняв всё про себя. А он, с другой стороны, глядел на меня. Сложно понять. Сложно понять. Здесь тоже сложно понять смысл. И... Что ты думаешь? Хм... Его форма довольно произвольная, если можно так выразиться. Прости. Я не совсем тот человек, у которого стоит выпрашивать... Спрашивать отзыв. Ха-ха-ха. Всё в порядке. Даже в последнее время такой стиль набрал популярность. Сегодня во многих стихах уделяют особое внимание ритмичность слога. При громком чтении получается сильнейший эффект. Что тебя вдохновило на это стихотворение? А... Ну, я не до конца уверена, как это выразить. Но думаю, можно сказать, что у меня-то... У меня было... Чёртово озарение. Оно несколько... Оно несколько сказалось на моих стихах. Озарение. Да, что-то вроде того. Мне немного неуютно говорить о таких философских вещах. Это может стать довольно острой темой. Может быть, когда все подружатся друг с другом получше. Как бы то ни было. Вот тебе писательский совет. О, писательский совет. Так, слушаю, слушаю. Порой, когда ты пишешь стихотворение или рассказ, твой мозг через чёрт сильно зацикливается на определённом моменте. И если... Если ты со всеми силами будешь цараться и сделать его идеальным, то никогда не добьёшься никакого прогресса. Просто заставь себя продолжить писать. А его приведи в порядок позже. И вот... Или вот другой способ это представить. Если будешь слишком много держать ручку в одном месте, то ты получишь только большую кляксу. Логично. Так что, просто двигай ручки и плывай по течению. Это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. Сайори, друг детства. Это отличный стих, Драйсерк. Это точно моя первая проба Чиппера? Ну, разумеется. Он не настолько хорош. Разве я похож на... Разве я похож на парня, который тратит своё свободное время на писание стихов? Эх, пожалуй, ты прав. Но именно, этим ты меня впечатлил. Ну, честно говоря. Я боялась, что ты отнесёшься к этому несерьёзно. Или что ты напишешь вроде. Я очень счастлива, что ты вообще его написал. Это служит постоянным напоминанием, что теперь ты полноценный член клуба. А то, что я стою перед тобой в классе клуба, ни о чём тебе не говорит? Ну да, само собой. Конечно. Я ещё совсем не втянулся. Но это не значит, что я не сдержу обещаний. Вот видишь? А, вот видишь. Всё, как я говорила, драйсер. Глубокое сердце. Ты совсем не эгоист. Пробуешь всё новое ради других. Только хорошие друзья на такое способны. Спасибо, что я верю. Я не уверен, что всё время точно понимает истинное мотивировое пребывание здесь. Но опять же, я не могу отрицать, что ты вступил в клуб частично из-за неё. Я знаю, как много это значит для неё и всё такое. Ага. Я послежу, чтобы здесь было, чтобы тебе здесь было очень весело. Так я смогу тебя отблагодарить. Хорошо. Рассчитываю на тебя. Ура! Так, ты ведь прочитаешься, прочитаешься в мостикадрении. Не переживай, у меня с этим всё очень плохо. Е-е-е. Посмотрим. Дорогие солнца. Дорогие солнца лучики. То, как ваш свет через жалюзи утром проходит, даёт мне понять, что вы скучали по мне. Вы целуете меня в лобик, помогая с постели подняться скорее. И глаза открыть, если сонливость с них долго не сходит. Вы просите меня выйти и поиграть вместе с вами? Верите, что в зажливый день прогнать я смогу? Я гляжу наверх. Глядь до снева под небесами. Вот я тоже верю, по секрету скажу. Если бы не вы, я спала дни и ночь. Но я не сержусь. Только вот кожица... Хочется очить. Что? Хорош стих. Просто. Особенно последняя строчка. Сайери. Это лишь предположение, но... Ты только сегодня утром ему написал. Нет. Лишь самую малость. Ты не можешь ответить лишь самую малость на вопрос. Подразумаешься только ответы да или нет. Я забыл сделать это вчера. Что ж, по крайней мере, я смог немного повысить свою самооценку. Которая находится в самом глубине океана. Где моря... Марианская впадина. Не надо так жестоко. Я всё равно старалась. Ладно, не обижайся. Я не хотел сказать, что стихотворение... Дэээ... Но оно вышло хорошим. Особенно последняя строчка. Которая меня развеселила. Блин, теперь я тоже... Теперь я тоже хочу кушать. Или как бы правильнее выразиться. Оно очень в твоём стиле. Правда? Ого. Особенно последняя строчка. Хорош. 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 На завтраке я делаю яичницу и посты. Е-е-е-е. Несмотря на то, что ты опалывал в школу. Не можешь пропускать завтрак. Я становлюсь раздражительнее. Да, уж тут не поспоришь. В общем, я бы что-то показал. Ехите. Это было так весело. Моника лучшая. Ага. Но в следующий раз я не забуду. Я напишу лучше о стихотворении в истории. Что ж. Тогда я буду ждать не с терпением. Скидь мне дальше поделиться тебе? Кладовка. Ну ладно, Юрия. У нас осталось только Юрия. Ай. Ммм. Юрия уставилась на стихотворение. Прошла минута более чем достаточно, чтобы его почитать. Эммм. Ой. Прости. Я забыл, что должна что-нибудь сказать. Эмм. Да ничего страшного. Всё окей. Не надо себя заставлять. Я не... Мне просто нужно облечь свои мысли в слова. Подожди. Ладно. Это ведь твое первое стихотворение? Нет. Оно второе. Ну ладно, полтора. Эмм. Да. Джо. Почему ты спрашиваешь? Эмм. Просто чтобы убедиться. Я догадалась об этом. Когда прочитала его. А. Значит оно плохое. Нет. Я сейчас повысила голос. Ах. Мне ужасно жаль. Юрия закрыла лицо руками. Я не мог не заметить, что прошло уже несколько минут, а мы таки не сдвинулись с мёртвой точки. Должно быть, у Юрии требуется время, чтобы привыкнуть к новому человеку. Эмм. Как я могу быть сделан и сделать его продуманным? Другими словами, они выбирают стиль, совершенные не подходящие к теме, и пытаются слить их воедино. В результате страдает и стиль, и выразительность. Стою Юлия определится сходом мысли, как её поведение разительно изменилось. Заикание полностью исчезло, и говорила она тоннам профессионалу. А разумеется, тебя нельзя за это винить. Существует множество различных навыков и методов, применяемых для написания даже простейших стихов. Самое сложное не в том, чтобы изучить их и научиться применять, а в том, чтобы заставить их работать вместе. На это потребуется какое-то время, но всё пройдёт с практикой, разбором примеров и попытками использования новых приёмов. Я также надеюсь, что все в клубе дадут тебе ценные советы, хотя нацуки, может быть, несколько предвзяты. Эээ, предвзяты? В каком смысле? Ээээм, ну... Забудь. Я не должна говорить о людях. Прости. Да ничего. Да ничего, всё нормально, всё окей. Эээ, я не был уверен, извинялась ли Юлия перед собой, передо мной или перед нацуки. Не возвращаешь, если теперь я прочитаю твой стихотаре? Прошу. Я люблю делиться своими мыслями, кроющими себя в стихах. Юлия мечтательно лыднулась, будто ей нечестно выпадала такая возможность. Что само по себе довольно забавно. Ну разве не таким и должен быть литературный клуб? А-а-а... Призрак в токлом свете. Приди моих волос, злато отражают. Вентарном свете, но не спадающим кипаясь. А вот его источник, стоящий одиноко. Последний уличный фонарь. Перед временем испытанный жестоко. Неоном будущего синий-изумрудным, он вскоре будет заменён. И всё же продолжаю, плыть я в нём. Втише вздыхаю в воздух настоящего, но в прошлом существую. Мерцает свет. Мерцаю я ему в ответ. Норм, стих вообще просто. Призраки, просто всё. В смысле? Не, реально, у неё, типа, как сложно прочитать, а на самом деле легко читается, потому что ты понимаешь, какие там слова написаны. Прошу прощения за свой ужасный почерк. Что? И в мыслях не было. Но ты так долго читал. Я просто вникал в смысл этого стихотворения. А, ну я просто не слишком часто читаю рукописный текст. А если честно, мне твой почерк кажется очень красивым. Подкат просто. Эээ, слава богу. Кроме того, мне понравился стих. И смотря на краткость, он довольно содержательный. Он не слишком короткий. Я обычно пишу более длинные стихи. Не, нормально, средненько так. Средненько. Вовсе нет. А я очень рада, что тебе понравилось. Буду честный. Так как это наше первое совместное времяпрепровождение, мне хотелось написать что-нибудь поспокойнее. Что-нибудь несложное для понимания. Ты без ума от призраков, Юрий? Хе-хе-хе. Вообще-то, история совершенно не о признаках Дарайсера. Не о призраках Дарайсера. Правда? Видимо, я совсем не вник в суть. Полагаю, ты просто увидел не только то, что на поверхности. Помни, поэты часто выражают в своих работах мысли, чувства и опыт. Обычно они делают нечто большее, чем просто рассказывают историю или пишут картину. В данном случае, персонаж стихотворения лишь символически сравнивается с привидением. Томиться в последнем комфортном для неё вместе. Не в силах отказаться от прошлого. И вскоре остаётся ни с чем. В таком контексте звучит куда более серьёзнее. Я даже не додумался об этом. Это впечатляет. Не стоит, правда. Я рада, что так считаешь. Главное, помни, что вскоре ты тоже всему этому научишься. Да, пожалуй, ты права. Значит, надо продолжать стараться. Я рассчитываю на тебя. Всё. Фух. Кажется, всё закончили. Уп. Я бил комнату взглядом. Это было напряжённее, чем я себе представлял. Словно все осуждают меня за посредственные писательские способности. Даже если они этого не показывают, мои стихи ни за что не сравнят с их уровнем. Всё-таки это литературный клуб. Что ж. Я сам себя в это тянул. В другом конце комнаты с Айори и Моникой в их силу по отелю, мой взгляд остановился на Юрии с Ацуки. Воу-воу-воу-воу. Юрия робко... Девушки робко обменивались сивхами. Кажется, они одновременно стали читать синтез. Я с интересом наблюдал, как изменяюсь в выражениях лиц. Так, дайте на стройке зайду. Так. Давайте немножко вот так побыстрее. Но... В то же время Юрия печально... Печально... Что за стиль такой? О? Ты что-то сказала? Ну нет, ничего. На Суке непренебрежительно одной рукой положил тетрадь со стихом на стол. Ахм... Пожалуй, можно сказать, что стих вышел довольно изящно. Ах, спасибо. А твой? Милым. Милым? Ты вообще, вообще не заметил в нём символизма? Он же пропитан чувством безысходности. Как только можно назвать милым. Ахм... Я это понял. Я поняла. Я имела в виду стихотворный слог, наверное. Я просто хотел сказать что-нибудь хорошее. Ах! То есть тебе пришло напрячься, чтобы выдавить из себя что-нибудь хорошее? Спасибо! Конечно, в итоге ничего хорошего не вышло. На самом деле, у меня есть пара предложений. Ахм... Хмф... Хмф... Если мне были нужны советы, я бы спросил того, кому понравился мастик. И такие люди, кстати, есть. Он понравился и говорит... Ай! А, вот дрессер тоже его похвалил. Супер! И раз уж у меня такой успех, я с радостью дам тебе парочку советов. Прежде всего... Прошу прощения. Я ценю твое предложение. Но я уже долгое время совершенствую свой собственный стиль. Я не собираюсь в ближайшее время его менять. Разве что мне не на глаза попадётся, что это поистине вдохновляюще. Но такого пока не случилось. Пока не помешала ты! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ммммм. И разер, мой стих тоже похвалил. Посволь заметить. Я смущён. Я просто смущён. Он даже сказал, что был впечатлён. Нацики резко встал. О, правда? Я не представляю, что это только пасопочинцы, чтобы впечатлить нашего нового члена Юри. Эээ... Это вовсе не то, что я... Ты просто-просто... Ты... Ты просто... То Юри тоже понялась. Может, ты просто завидуешь, что тряпчик мои советы ценит больше, чем твоих? Неужели, с чего ты решила, что мои он ценит меньше? Ты настолько самовлюблённая? Я? Нет. Будь я такой, я бы точно искон вон лез... Я искон вон лезла, чтобы сделать его слащаво-милым. Ух! Эээм... О, а всё в порядке? И вообще, знаешь что? Это не у меня сиськи волшебным образом вышли на один раз вверх, с тех пор когда-то наступил наш клуб. Нацики? Ээм, Нацики это немного... Вас это не касается! Я не люблю ссоры девчата! Внезапно обе девушки резко повернулись ко мне, стол, но и только становитель мой пришёл. Драссерк! Она... Она просто выставляет меня в дурном свете. Неправда? Это она начала! Если бы она поборолала своего преимущества, я ценила преимущество простого стиля. В таком случае поспорить вообще было не о чем. Какой смысл делать свои сих тренинг таким запутанными? Их смысл должен быть сразу понятен читателю, а не заставлять его лезть в дебри. Драссерк, помоги мне это втолковать! Минутку? Разумеется, в нашем языке не просто так существует много... Так много глубоких и многозначительных слов. Это единственный способ эффективно передать сложные чувства и образы. Мы только ограничили себя, избегая их, и много теряем. Ты ведь понимаешь меня, Драссер? Эм... Но! Как меня угрозило это вляпаться! Я вообще не разбираюсь в поэзии. Но какого из девушек я не поддержал, я сразу заслужу ее расположение. Тогда я сказал, что служу есть... Псайори! Насуки! Насуки смотрят на меня так, что слова высыкают на языке, прежде чем я успеваю что сказать. Тогда я бы сейчас говорила... Юри? Но Юри такая беззащитная выраженная, что я не могу себя заставить что-то ей сказать. Сайори! Эм... Да! Сайори становится плохо, когда люди ссорятся. Как вы можете продолжать это видео, в какой состоянии вы приобрели свой выбор? Драссер. Что ж, это проблема с Сайори. Вообще, это не касается. Я согласен. Нечестно, что люди и другие перемешивают свои чувства в наш конфликт. Точно! Если только Сайори не можешь сказать Юри, что та сейчас выдает себя, как упрямая дура. Она бы так не сказала. Вообще, ее скорее расстроила твоя незрелость. Прошу прощения! Ты хоть себя слышишь? Вот именно поэтому... Поэтому никто не любит... Прекратите! Мацуки! Юри! Ведь мои друзья... Я просто хочу, чтобы все... Ладили друг с другом. И все были счастливы. Мои друзья честные люди. Чудесные люди. И я люблю их именно за их... Именно из-за их различий. Стихи Нацики. Они невероятны. Ведь имя она может передать столько разных чувств. Всего несколькими простыми словами. И стихи Юрия невероятны. Ведь они способны создавать в нашем воображении прекрасные картины. Все такие талантливые. Так почему вы же ссоритесь? Потому что... А еще... Нацики милые. И ничего с зазором в этом нет. А сиськи... Хорош, Сайори! А сиськи Юри... Такие же, как были всегда. Большие! Большие! Красивые! Просто! Сайори! И Сайори триумфально встал посреди куласа. Поза... Позади... Позади нее ошарашенно стояла Моника. Я... Приготовляю немного чая. Юрия ретировалась. На суки с пустым выражением лица села за парту и ставилась никуда. Ааа... Так вот почему Сайори вице-предитян клуба, прочитала я Монике. Она кивнула ответ. Честно говоря... Может я выгляжу как... Чего за... Может я и выгляжу как хороший лидер и способен все организовать. Но у меня плохо получается взаимодействовать с людьми в такие моменты. И я даже не смогла заставить себя вмешаться. Мне как президенту клуба стыдно за этот случай. Да брось. Я не могу за тебя винить. Я ведь тоже никуда... Никак не смог повлиять на ситуацию. Хм. Получается что у нас Сайори по своему удивит... По своему удивительно. Не правда ли? А ладно что так. Возможно у нее ветер в голове. Но иногда даже подозрительно. Как хорошо она знает что нужно сделать или сказать. И ясно. Береги ее. Ладно. Я бы не хотел видеть ее боль. И не только ты. Может на меня положиться. Моник так мило улыбнулась ты мне. Что он мне... Боже ты мой. Мне страшно. Твой такой искренний человек. Точно будет хорошим президентом. Чтобы она не говорила. Если бы только мне представился шанс побольше с ней общаться. Итак друзья. Пришло время заканчивать сегодняшнюю встречу. Как вам понравился мне с стихами. Было очень весело. Могу сказать что на то встало конфликта да. Было неплохо. По большей части. Доросико что ты думаешь? Да я со всеми согласен. Это прекрасная тема для совместного обсуждения. Замечательно. В таком случае завтра сделаем то же самое. Че? Возможно вы узнали что-то болезненное от своих друзей. Так что ваши стихи отныне станут еще лучше. Я задумался. Я действительно узнал какие стихи нравятся каждой из девушек. Немного удачи. И я уверен что мне удастся. Произвести начисление на интересующую меня девушку. Обнаружив такую перспективную возможность я кивнул сам себе. Я разговариваю сам и с собой. Биполярочка. Добро пожаловать в мой организм. Здрасте. Готов пойти домой? Конечно идем. Не? Сайори одарила меня своей лучезарной улыбкой. Мы с Сайори правда давно не проводили столько времен вместе. И я покривлюсь душой если скажу что не получаю удовольствие. Сайори. Насчет того что случилось. Эээ что ты имеешь ввиду? Ну насчет юри с нацуки. Часто у вас такое случается? Не-не-не-не-не. На самом деле сегодня я впервые узнала что бы они так ссорились. Эээ значит те из-за кого? Понятно. Я уверяю что они замечательные люди. Ты ведь не стал испытывать к ним неприязнь? Нет ничего подобного. Я просто хотел твое умение узнать. Теперь я понимаю что... Почему бы вы протружились? Знаешь драйсерку? Здорово что мы можем проводить время в клубе вместе. Но то как хорошо что ты поводил со всеми делает меня по настоящему счастливой. А еще я думаю ты всем очень понравилась. Да ну тебя! Да ну тебя вообще! Каждый день теперь будет наполнено весельем. Похоже до Сайори еще не дошло в какой ситуации я оказался. Конечно здорово со всеми дружить но разве не нужно на этом останавливаться? Посмотрим что для нас приготовило будущее Сайори. Я похлопал Сайори. По плечу. Это были скорее мысли всклох. Но Сайори иногда удобно было использовать для всего внутреннего маломага. Конечно! Да. Все в моих руках. Не... Так сколько время? Ну мы давайте сделаем стих и на этом мы остановимся. Так. Страсть судьбы... Страх судьбы... Блаженство... Сверкающая... Сверкающая терплота... Фантазия... Так давайте для Сайори придумаем. Давайте дальше говорим. Что ему нравится Сайори? Молоко. Да блин! Так нужно сохранить, сохранить, сохранить. Так. Ей нравятся... Классики. Черт! Удивительный... Ей... Неуклюжий... Детство... Безнадежный... В смысле... Окей. Надежда... Депрессия... Так. Что ей еще нравится? Давайте... Презирать! Блин! Черт! Нет, конечно, не самоубийство. Ты че? Искупление. Да блин! Черт! Одеяло! Блин! Черт! А... Не точно, не головокружение. Жизненность. Да блин! Черт! Ну не папа точно. Хихикать. Не, а кто у нас... Ну давайте допустим хихикать. Да блин! Черт! Бррр! А, смерть. Угу, конечно, конечно, смерть. Радуга! Е! Все. Все, на этом мы остановимся. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Не забывайте ставить лайки. С вами был Мистер Драйсер. Подписывайтесь на канал. И ставьте колокольчик. Всем удачи. Пока.